Порше не умеет проигрывать и никогда не оставляет своих конкурентов в покое. В очередной раз Порше утерли нос всем тем, кто хоть как-то пытался унизить компанию и для этого они расширили свою линейку электромобилей Taycan и представили новый топовый Taycan Turbo GT. Но обо всём по порядку. Внешне электрокар похож на своих слабых собратьев, но в новом Taycan более развита аэродинамика и отличается об вес. Специально для Taycan Turbo GT компания разработала вес с передним аэродинамическим спойлером, с помощью которого он может более эффективно разрезать воздушные потоки. В задней части электрокара красуется адаптивный спойлер для увеличения прижимной силы. Фары также улучшили. В стандартных Taycan уже используются матричные фары, но в Turbo GT используются новые технологии матричных фар высокой чёткости, но в качестве опции. Для нового Turbo GT доступно 6 оттенков кузова, включая новый фиолетовый. Они предназначены исключительно для Taycan Turbo GT. Натриновый Taycan похож на своих младших собратьев, с таким же экраном и архитектурой. В стандарте доступны спортивные ковши, а более продвинутые спортивные сиденья в плюс в качестве опции. Теперь про технические характеристики. В Turbo GT используется облегчённая конструкция кузова, благодаря которой вес ниже на целых 75 кг, в сравнении с Taycan Turbo S. Вес Taycan Turbo GT составляет 2295 кг. Топовый Taycan оснащен более мощным импульсным инвертором, он помогает эффективнее работать с электродвигателями. В Turbo GT используется один из самых мощных импульсных инверторов, с мощностью 900 А. Для сравнения, в Taycan Turbo S используется инвертор в 600 А. Благодаря заднему мотору и инвертору, двухмоторный Turbo GT выдает 788 сил. Но если активировать лаунч-контроль, то мощность кратковременно увеличится до 1098 л.с. и максимального крутящего момента в 1340 Нм. Правда, доступная такая мощь будет в течение лишь 2 секунд, но этого хватит, чтобы разогнаться до первой сотни за 2,3 секунды, а достичь второй сотни за 6,6 секунд. Если вам хочется ещё более экстремальную версию, такая есть с пакетом в Айзах, с отсутствием заднего дивана и ещё некоторыми мелкими доработками. В этой версии выше максимальной скорости она составляет 305 км в час, а разгон за 2,2 секунды. На вторую сотню уходит 64 секунд. Такой Тайкан ещё на 70 кг меньше и вес составляет 2225 кг. Именно эта версия установилась раз до рекорда в середине электромобилей, проехав трассу Лагуна-Сека за 1,2787. Нюрбург Линк за 7,07551. У нас на сегодня всё. Спасибо, что посмотрели ролик. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш YouTube и Telegram. Всем пока!